Здарова, пацаны и девчонки! Сегодня у нас будет быстрый обзор на колонку от компании Audio Pro. Моделька называется G10. Для тех, кто не знаком с Audio Pro, это довольно-таки старый производитель из Швеции, который занимается акустикой. И перед нами не просто Bluetooth-колонка, а устройство умное с поддержкой Wi-Fi, с поддержкой мультирума, с поддержкой голосового ассистента. Ну и важные нюансы, которые надо сказать до начала обзора, это не портативная колонка, то есть для питания ее нужно включать в сеть 220. Стоимость у девайса довольно-таки небюджетная. На момент записи этого ролика в российском ритейле эта колонка продается за 20 тысяч рублей. Быстро посмотрим на коробку, что здесь интересного написано Audio Pro Sound of Scandinavia. И на верхнем торце все главные фишки этой колонки. Поддержка Wi-Fi, голосовой ассистент, Android, поддержка Chromecast, поддержка Apple Airplay, Spotify и колонка обладает Bluetooth 4.2. На этой грани у нас есть бежащий лось. Здесь изображение устройства. Обращаю внимание, мощность заявленная 50 Вт. Здесь внешний вид написано Voice Controlled with Google Assistant и на другом торце команды, которые можно отдавать голосовому помощнику. Например, нужен ли мне сегодня зонтик. Внутри коробки нам заботливо положили провод для подключения к сети обычный в розетку 220 Вольт. Также аналогичный провод питания, но я так понимаю, это для подключения в американскую розетку. То есть нам в России этот кабель не потребуется. Мануалы. Есть два родных мануала на различных языках. Обращаю внимание, что русского языка в этих мануалах нету. И для нашего русского рынка на такой вот бумажечке, отпечатанной на принтере. Смотрите, как интересно. Сейчас я могу этот текст прочитать. Открываем мануал русский и все кверх ногами. То есть его надо крутануть. И здесь еще оно внизу как-то не очень уместилось, пропечатано. В общем, вот этот мануальчик, посмотрите, как все пиксельно размыто, сделан явно прям на какой-то отвали. Но самое интересное, естественно, в защитном мешочке сама колонка Audio Pro G10. Сейчас я ее достану и будем знакомиться с ней со всех сторон. Начинаем с внешнего вида. Это бочонок, большую часть которого покрывает ткань. Сверху очень похожая на металл качественная поверхность. Кнопки, управление, индикация. На нижней части, конечно же, против скольжения круглая резиновая проставочка. Порт AUX для входа. Порт для подключения провода питания. Ресет. Резьба для крепления этой колонки на стену, если потребуется. Давайте еще раз посмотрим на органы управления. Конечно, вот эта вся панелька сделана очень стильно, минималистично. Мне нравится. Нет каких-то ярких перепадов. Все в одном таком благородном, сдержанном сером цвете. В общем, однозначно вызывает чувство такого благородного продукта. Давайте сейчас с самого начала покажу, как происходит настройка Audio Pro G10. Пока что колонка занимается магией самостоятельно. Как видите, диоды по-различному моргают. Сейчас, кстати, прикольно. Они своими цветами цвета Google повторяют. Как видите, колонка разговаривает с нами на английском языке и говорит, чтобы мы скачали приложеньку Google Home. Поэтому я на телефоне захожу в Play Market, пишу здесь Google Home и мы ставим приложеньку официальную от Google. Давайте откроем ее. Добро пожаловать! Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Выбираем аккаунт. Необходимо подключиться к Wi-Fi и Bluetooth. Расположение, местоположение, да, разрешить, разрешить, поиск устройств. Обнаружено устройство Audio Pro G10. Да, это наше. Обращаю внимание на этот экран, на котором написано, что наше устройство Audio Pro G10 не поддерживает русский язык, который выставлен на телефоне. Выберите какой-то другой. Ну, соответственно, здесь много различных языков, но мы, конечно же, выбираем классический Великобритания, английский. Нажимаем далее. Подключение к Wi-Fi. Вы услышали звук? Да, мы услышали звук. Так, остановиться лучше не надо. Где находится устройство? Гараж, гостиная, задний двор. Выбираем главная спальня. Ну, пусть будет так. Я думаю, у него сильной разницы нет. Подключение к Wi-Fi. Да, это мой Wi-Fi. Сохранить пароль. Да. Audio Pro подключается к сети My Home Wi-Fi. Устройство подключено. Так, что нужно знать перед использованием голосового ассистента? Ну, ладно, нажимаем далее. Научите ассистента узнавать ваш голос. Далее. Условия использования Voice Match. Окей, Google, what's the weather like tomorrow? Please log in through the Google Home app. Окей, Google, remind me to water my plants every Monday. Perfect English. Hey, Google, make a call. Hey, Google, set a timer for five minutes. Готово. Так, предлагается выбрать музыкальный сервис по умолчанию. Есть YouTube Музыка и Spotify. Причем можно выбрать только одно из них, я так понимаю, потому что галочка у меня... Сейчас пять сек, что-то интернет куда-то пропал. Так, Netflix. Требуется оформить подписку. У меня ее нету. Нажимаем тогда не сейчас видеосервис. На рассылку мы подписываться не будем. Итак, почти готово. Проверьте настройки. Спальня, сервисы YouTube Музыка, Spotify, My Home Wi-Fi. Продолжить. Устройство, главная спальня, готова к использованию. Окей, Google, play some music. I can't do that here, but you can ask me to play it on one of your other devices. Я сейчас расплачусь. Не хочет музыку играть, хочет на других девайсах. Так, ладно, что тут еще есть у нас? Окей, Google, tell us a joke. This one will make you giggle. Or sigh. What does Thor call his underpants? Thunderwear. Не смешно! Дикая штука. Так, завершить настройку. Предварительно мы настроили управление, но, как вы видите, колонка не адаптирована под русское управление, произношение. Соответственно, общаться с ней можно только на английском языке. Ну, не знаю там. Окей, Google, what's the weather in Moscow? Right now in Moscow, it's minus 4 degrees and mostly cloudy. Today, it'll be partly cloudy, with a forecast high of minus 3 and a low of minus 9. And tomorrow, there'll be snow showers. Ну, звучит, конечно, классно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Давайте подведем быстрые итоги по колоночке от Audio Pro. Итак, что мне в первую очередь понравилось? Она очень классно сделана тактильно, да, то есть из тех материалов, как она скрафчена, ее держишь в руках, чувствуешь, что это прям офигенно дорогой, прям премиум продукт. Вот за качество сборки однозначно лайк. И также по качеству звука претензий никаких нет. Отличные низы, отличные верхи. Колоночка играет прям классно. Естественно, мощно она играет, но она большая по размеру. Уверен, там внутри большой динамик установлен. Поэтому по звуку никаких нареканий нет. Ну, блин, естественно, она стоит 20 тысяч, как они там могли со звуком налажать. Я думаю, это было бы очень тяжело. Что касается минусов, ну, это не то, что минус. Лично я, сами знаете, фанатею по портативным колонкам. Здесь питание к розетке нас очень сильно привязывает. И я просто ненавижу провода. Прям даже когда видос снимаешь, вот колонка стоит. Сначала мы внешний вид снимали. Так классно она на к столе выглядит. Потом провод добавляем, и все прям это мотня черная. Не очень прикольно. Ну и, конечно, за самый большой минус, как по мне, это то, что при взаимодействии по Wi-Fi с виртуальным ассистентом Google Home получается колонка не русифицирована. Соответственно, с ней можно говорить только на английском языке. Но лично мне это не по приколу. То есть я понимаю прикол, когда ты там пришел домой, сказал там, эй, Google, включи мне какую-нибудь чилаутную музыку. И она там тихо заиграла. Но общаться с ней по-английски, опять там рассказывать какие-то там tell me this joke, она отвечает. Я, честно говоря, даже не въехал, что она там ответила, где там смеяться надо. То же самое с прогнозом погоды. Это как-то неестественность. Ты русский человек, дома, блин, с колонкой говорить на английском языке. Поэтому вот всю вот эту вот умную смарт-составляющую, пока она не локализована для отечественного рынка, мне кажется, можно смело просто выпиливать. И что у нас остается? У нас остается просто Bluetooth-колонка, которая подключается по проводу. Да, она классно сделана. Да, она классно звучит. Но стоит ли это 20 тысяч? Я, честно говоря, не знаю. Было бы интересно ваше мнение в комментах об этой колоночке прочитать. Поэтому пишите комменты, что думаете о Audio Pro G10. Ну, а с вами был Андрей, канал AliExpress Buyer. Всем пока, надеюсь, этот видос был для вас полезен.